Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 10 октября. Страдание святого мученика Сеотекна, нечестивый царь Максимиан, пришедший однажды в Антиохию. Устроил празднице в честь скверных своих богов и издал повеление, чтобы сначала воины приносили жертву идолам, а потом и весь народ. В числе воинов находилось много христиан, которые, не пожелав повиноваться приказанию царя, сбрасывали с себя воинские пояса и шли на мучения за Христа. Среди них был известный во всей Антиохии муж по имени Сеотекн. К нему Максимиан обратился с такими словами. «И ты, Сеотекн, не веруешь в богов, где и Аполлона? Я же хотел сделать тебя великим жрецом их!» На это Сеотекн сказал «Я верую во Христа Бога, и Ему хочу принести себя в жертву». Тогда Максимиан приказал снять с него воинскую одежду и надеть женскую, и заставил прясть вместе с женщинами. Спустя три недели Максимиан снова призвал его и сказал «Принеси жертву богам, а не то умрешь в страшных мучениях!» Сеотек не сказал на это ни слова. Когда царь приказал привязать его к дереву, подложить под штук нераскаленное железо и железными прутьями надрезать все жилы его. Видя его и после всего непоколебимым, царь приказал приготовить котел с кипящей серой смолою и бросить туда святого. Когда его бросили, тотчас силой Христовой огонь погас, котел остыл, и мученик остался невредим. Максимиан испугался и приказал везти святого мученика в темницу, где он был отдан в распоряжение сотника по имени Зигната, чтобы тот мучил его, как пожелает. В темнице в то время находилась за исповедание Христа одна девица по имени Александра, которой Зигнат и бросил феотекно, сказав им обоим «Вот, я даю вам на размышления три дня. Если согласитесь исполнить приказание царя, то получите великую честь. Если же нет, то в страшных муках погублю вас». По прошествии трех дней Зигнат вывел их из темницы и спросил, намерены ли они повиноваться приказанию царя и поклоняться идолам. Но они остались верными Христу. Тогда Зигнат приказал двум воинам надрываться над Святой Девою. Феотекн, желая избавить Александра от бесчестия, пришел к ней раньше сих воинов и, сняв свою одежду, дал ей, говоря «Беги, беги, чтобы нечистилы не сквернили чистоты твоей». Сам же оделся в ее одежду и сел в ожидании воинов. Воинов одевки внизу нашли вместо девицы Феотекна, сидящего в женской одежде. Взяли его и привели к Зигнату. Зигнат сильно разгневался и приказал сначала вырезать у него язык, потом долго бить. Затем он повелел привязать на шею мученику каменный жернов и бросить в реку. Так мученик Христос окончил свою жизнь. Контина относится к концу третьего или начало четвертого века. Честные мощи мученика найдены были близ города Роса в Килипии. Христиане, взяв их всех сил, положили на родине его, восхваляя единого в Троице Бога. Слава Ему вовеки! Аминь! Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова